Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, описание к этим работам сыновья Хлодвига II. Эварист Виталий Люминея, французский художник, наиболее известен работами, изображающими раннюю историю Франции, и его иногда называют художников Галл. Сыновья Хлодвига II, также называемую «обессиленные люди из Жумьежа», основанную на легенде о короле Хлодвиге II, после восстания против своего отца два принца, как говорят, были наказаны по предложению их собственной матери удалением из дома. Им перерезали сухожилие мышц, затем они были брошены плавать на плоту по реке Сена, по милости Божьей. Но, согласно легенде, они были спасены монахами аббатства Жумьеж и позже примирились со своими родителями. Версия, выставленная на салоне 1880 года, произвела сенсацию. Считается лучшей работой художника. Картина вызывает разнообразную и сильную реакцию. Симона де Буар, французский философ, писательница, социальная теоретика и активистка, феминистка, написала в 1960 году о «спокойном ужасе», назвав так работу. Работа прошла несколько этапов доработки. На первом этюде показано перерезание сухожилий и изображены четыре фигуры. На втором изображен плот, плывущий вниз по реке, но с тремя фигурами, символизирующим спасение людей-монахов. На двух законченных картинах изображены только две фигуры на плоту. Версия, показанная на салоне, была продана в Австралии под названием «Сыновья Хлодвига II». В настоящее время находится в художественной галереи Нового и Южного Уэльса в Сиднее. Вторая версия с большим акцентом на величие природы хранилась у Люмине. После его смерти она была приобретена государством и в 1912 году была передана на хранение в Музее изящных искусств Бруа. Вот такое описание нашел в интернете к работы художника и варист Виталию Люмине. Работа называется «Сыновья Хлодвига II». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok